Вот уже почти два года идет строительство моста, соединяющий Кубанское ущелье с городом Карачаевск. Из-за ремонтных работ было приостановлено движение транспорта, но на сегодняшний день строительство не ведется и переправиться можно только пешком. Узнать причину, по которой приостановили строительные работы, собрались жители аула Каменомост. Там же побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Строительство моста, соединяющего Кубанское ущелье с Карачаевском, началось в июне 2022 года. А до этого в течение года проводилась подготовка проекта. Напомню, что в июле 2021 году из-за подмыва опору ливневыми дождями произошло частичное обрушение моста. И в итоге было перекрыто движение. В летнее время активно велись строительные работы. А сейчас почему-то они приостановились. И мы не знаем, как нам быть, сетуют жители Каменомоста. Год и четыре месяца мост в таком состоянии. Говорят, то денег нет, то что. То остановили, то начали делать. И теперь, видимо, они ждут, еще кто-нибудь пострадает. Больше я ничего не знаю. Думали, какие-то компетентные люди сюда подойдут. Мы с ними общий язык найдем. И дальше уже видно будет, что мы будем делать. Если народ, если они не будут, не услышат наши желания, мы уже пойдем закрывать федеральную дорогу. И против нас они ничего не смогут сделать. Пять-шесть горных аулов, вообще закрыта дорога. Такси стоит три раза дороже. Маршрутка в пять раз дороже. На частных машинах. Вот здесь ночью приезжают частные машины, которые здесь рядом живут, просто пешком ходят. Я лично на работу пешком хожу. Почему? Потому что в объезд ехать 20 километров. Ежедневно на бензин умножьте. Зачем мне это делать? Я не знаю. Мы просто требуем. Больше года жителям приходится передвигаться через поселок Марай-Агы на своем автотранспорте. Маршрутки не ездят. И у тех, кто не имеет свой автомобиль, приходится идти пешком. Так как не каждый может оплачивать за проезд на такси. А как же нам быть при чрезвычайных ситуациях, когда практически невозможно попадание в аул ни скорой машины, ни пожарной? Эти и другие вопросы жители Каменномоста адресуют строителям моста. Самое главное нам, чтобы временно пустить для скорой помощи, для легковых машин. Вот этот парень каждый день флягами таскает воду на свою ферму сюда. Вот этот парень флягами таскает воду вот здесь. Одна машина там стоит, другая машина здесь стоит. Легковые у них. Ну представляете, какое мучение. Представители Республиканского автодора подчеркнули, что были выделены деньги по проекту строительства на два года. На эти средства уже проведены строительные работы. Но необходима еще дополнительная сумма, чтобы установить балки. Нам выделили деньги на два года. 12 миллионов в этом году и остаток средств на следующий год. Данный объект переходящий, чтобы было понятно. Все, что здесь сделано на сегодняшний день, уже выполнено на 12 миллионов. Плюс еще есть у нас перед подрядчиком задолженность, потому что так мост тоже оставлять нельзя. Сейчас разрабатывается вопрос о том, чтобы с той стороны и со стороны каменомоста сделать дополнительно переходные плиты и подвинуть блоки сюда, чтобы проезд с той стороны был более широкий. Чтобы когда люди с Марая выехали, беспрепятственно проезжали. О том, чтобы установить балки и сделать проезд, в этом году речи быть не может. Жители аула Каменомоста обратились с просьбой к представителю автодора открыть проезд хотя бы для легковых машин. Главный инженер республиканского автодора Муай Атхутов еще раз подчеркнул, что это очень опасно и категорически запрещено. Мы не хотим повторять того, что произошло позапрошлом году, 5 июля. Здесь нету барьерного ограждения, здесь нету никаких удерживающих сооружений. И под свой страх ирист или кто-нибудь из вас, если готов это все сделать, я не буду сюда пускать людей. Пешеходную зону мы организовали для того, чтобы люди могли пешком ходить. Так что извиняйте, все, что бюджетные средства выделила нам республика, они полностью выполнены на этом мосту. Впереди холода. И жителям аула Каменомост остается надеяться, что найдутся денежные средства, чтобы наконец завершить строительство моста и пустить долгожданное транспортное сообщение. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.